здравствуйте дорогие друзья начинаем наш очередной урок видео урок из цикла еврейское поведение который сегодня сегодня называется принять упрек в данном случае принять упрек замечания в свой адрес до этого мы изучали как надо давать упреки делать замечания другим людям и на эту тему у нас было несколько уроков это очень важная тема мне такое ощущение что это доминантная тема наших лекций по крайней мере вот в этом году и мы знаем как делать замечание что их нужно делать с любовью к человеку к которому ты хочешь исправить поведение сделать ему замечание мы знаем когда нельзя делать замечания когда их надо обязательно надо их делать и как делать замечание отдельным людям и как делать замечание или укор всей общине и сразу целому коллективу людей а сегодня мы будем говорить на тему как принять выговор свой андре замечания укор недельный раздел торы шмини в книге выигра между причем заметили что сейчас этим разделом мы заканчиваем целый годичный цикл то что мы начали как раз год назад читать наши 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 лекции и сегодня мы в принципе завершаем целый год в этом разделе говорится о том что после того как сошел с неба огонь и сжег жертву которую принесли евреи приготовленные для для переносном храме в мешкане взяли сыновья арона которых звали надав в авиеву и авиеву свои возношения от которых их не требовал всевышний и сожгли перед всевышним и сошел огонь с неба от всевышнего и сжег их самих так написано есть специальные уроки на эту тему что они нарушили что не нарушили так или иначе нам важно сегодня знать только что они поступили не так как планировалось не так как планировал всевышний не передавал от этого приказа через муж и арабейну через пророка маша нашего учителя написано книги воикран 10 стих 3 10 глава 3 стих и сказал муж и арону вот это после того как были уничтожены погибли два сына арона его брата вот это именно то о чем сказал всевышний близкими ко мне я буду освещен близкими в том смысле что строго я взыщу с тех за ошибки с тех кто близок ко мне как два сына старших сына арона сказал такую фразу маша и как конец этого стиха и конец целого раздела там было так сказано и смолчал арон причем самое интересное что смолчал воедом глагол такой непростой не просто молчал молчать до шатак нет и глагол а прибавляется глагол внутреннего состояния покоя отказа от любых действий и смолчал арон даже внутренне согласился с этим с этим наказанием всевышнего надо полагать что арон знала намерение своих славей что они так сделают что это не было приказано и не остановил их то есть в этом была его вина а раз так то маша от имени всевышнего творца высказала арону упрек и тот принял этот упрек без тени неудовольствия то есть более того раш так написал прямо на этот стих так написал получил арон награду за это за то что он смолчал принял упрек какую награду и раши поясняет всевышний через него через арона передал евреям ряд очень важных законов но не через муше специально на языке тор это называется на языке медрашей уединился с ним для того что муше не слышал как арон принимает эти законы от всевышнего и всевышний передал мудрецам самому муше эти законы это называется что он принял раша указать принял укор отсюда мы видим укор и назидание с любовью остался на самом высоком уровне и добавляет что так мы должны поступать и мы любой упрек в свой адрес мы должны получать с любовью и благодарностью отметьте себе пожалуйста что раньше мы говорили о том несколько раз говорили что упрекать других людей делать им замечания можно только тогда когда ты к ним испытываешь симпатию любовь хочешь им помочь а теперь мы видим то же самое здесь это достороннее движение души и принимать упрек мы должны с любовью ну если там было мы так говорили что если ты человека не любишь то даже своего какого-то момента когда ты на самом деле будешь говорить его этот упрек замечания не для своего удовольствия не все спокойствие не для себя а для этого человека подожди когда ты успокоишься подожди пока ты не начнешь испытывать любовь к этому человеку например своим детям детям нельзя на них нельзя кричать их нельзя одергивать почему в эту секунду когда ты раздражен их поведением нужно управлять самим собой надо отдаваться раздражению подождите кого ребенка этого будете не просто рубить в общем в целом а именно в эту секунду и будет говорить их этот упрек только для их же пользы теперь мы видим так же самое здесь только инициатива исходит не от тебя кто-то тебя упрекнул данном случае всевышний это очень высокого уровня упрек и понятно что не каждый упрек от всех людей мы должны принять к сведению то есть тут же побежать нужно бежать исправляться не всегда это так бывает но обязательно пока по крайней мере любое замечание свой адрес нужно принять к к чему к изучению для того чтобы посмотреть на самом деле насколько здесь присутствует истина всевышний дал этому человеку возможность упрекнуть тебя в чем-то сделайте замечание наверное с какой-то целью что-то тебе исправить посмотри не ошибся ли ты это отдельный разговор мы часто об этом говорили какой в каких условиях говорится этот упрек а теперь о приеме нужно просто знать что есть я сейчас буду отказываться от всех упреков вести себя таким образом что люди будут бояться сделать меня замечание то как бы я не отказался от массы полезных замечаний которые мне очень пригодятся так или иначе есть некоторые упреки мы свободны от готовности исполнять их но учесть это замечание нужно эту прием почему потому что скорее всего нет дыма без огня теперь продолжаем и сказано что всевышний как бы уединился с аароном и в то же время известно что шхина просто физически физически ощущаемое присутствие всевышнего не присутствует там где люди что печальны для не расстроены у человека сейчас только погибли два сына он полон печали и всевышний с ним уединяется это означает что он и внутренне был оставил с собой ту же самую цельность которая была и до этого не в малейшей степени он не был печален хотя потерял двух слове это очень высокий уровень принять тяжелый урок без тени печали и расстройства кстати об этом говорится в перке а вот надо также благословлять творца за плохое но то что нам кажется бедой плохими вещами неприятными как и за хорошие об этом может быть поговорим понятно что когда умирают близкие к нам люди нам трудно радоваться совершенно невозможно это бессердечный человек бы может быть и никак не обратил на это внимание или очень сильный человек на уровне аарона брата мыши хотя эта смерть в принципе пришла для пользы людей об этом надо специально как-то сказать вот я сейчас об этом говорю и поэтому надо когда мы узнаем не дай бог не о нас будет сказано о смерти каких-то близких людей или о тяжелом событии мы говорим специальную бараху она на самом деле специальная барах даян аймет благословен всевышний который является истинной правдой мы не говорим барухата мы говорим о момент радости или шахияну да специально благословение но уже с высоты уже прожитой жизни когда мы посмотрим обернемся назад и посмотрим на течение жизни в прошедшем посмотрим на это событие мы скажем что и в этом была польза просто мы ее не создавали тогда и в этом месте браха который называется барухата то есть при взгляде оттуда мы понимаем что все есть существует одна барха одно благословение об этом мы говорим в молитве когда и будет всевышний один и его имя одним что он будет всевышний одним он и час один имя его одно он и час один это с позиции уже прожитой жизни ну а теперь наш урок принять упрек с любовью как мы говорим да история про адмора из гур тот автор хедушей арим арим такая книга такая была известная книга один из адморов великое большое течение гурских хасидов и вот этот адмор из гур автор книги души арим он был в молодости учеником другого хасидского адмора адмора руководителя хасидского движения адмора адмора из кожаниц был такой известный адмор многознавящий еврей у него были большие ученики светило еврейской науки и у него учился адмор из гур и однажды от него взял уехал уехал и переехал другое место другое местечко к адмору из пшиски есть такое место было и учился там уже и адмор из кожаниц потерял своего любимого очень любимого ученика тяжело переживал он на самом деле очень тяжело переживал страдал от этого но адмор из гур к нему так и ни разу не вернулся больше того течение жизнью адмора из гур у этого адмора из гур родились умер 12 сыновей все 12 сыновей умерли молодыми и не при жизни отца и она даже сказала о том что скорее всего я наказан этим за то что я достал страдания своему учителю адмору из кожаниц но тем не менее он все равно не возвращался к ним его спросили а почему и вот то что он сказал является тем моментом который хочу на который хочу обратить ваше внимание он как раз является тема нашего урока он такую фразу сказал в кожанцах меня постоянно хвалили а в пшиске вытягивают из меня нервы мучают манакер знаете да тянут жилы меня критикуют пшиски мне нужен не нужен не учитель который меня хвалит мне нужен учитель который тянет из меня жилы сказала только тогда я начинаю хорошо учиться то есть он настолько был открыт критики столько он использовал критику себе во благо для того чтобы учиться что он считал за невозможно учиться в кожанцах, а нужно учиться в том месте, где на самом деле себя очень много требует. Бежепрочем, то же самое произошло с двумя великими учеными, Раби Йохананом и его учеником Решлакишем. Ну, не с двумя, а с одним, потому что Решлакиш умер, и Раби Йоханан ужасно расстраивался, он плакал на его могиле, очень переживал о том, что от него ушел любимый из учеников. Решлакиш и Раби Йоханана, это персонажи, постоянные персонажи почти всех сторонниц Талмуда Павелонского. И его спросили, когда он продолжал свои уроки, что почему он недоволен этими уроками, он сказал, ну, смотрите, когда я прихожу на урок, вы мне даете 40 подтверждений правоты меня, своего учителя. А Решлакиш один давал мне 40 возражений против того, что я ему говорю, и это двигало нашу мысль, и так мы двигались. То есть, Раби Йоханан любил критику даже со стороны своих учеников и расстроился, когда его не стало. Еще одна история про Раби из Колымии. У меня, извините, сегодня хасидские истории, вообще хасидских историй много. У нас хасиды любят собирать свои истории, и Равины хасидские, они были из тех людей, которые просто были замечательными персонажами всех этих историй. Раби из Колымии, Раби Йелель, у него было имя, Йелель Лихтенштейн. Он путешествовал по местечкам, ушел в Галут, называется Голус, и много учился у разных учителей, и не только был молодым, и позже. И везде он, что он еще сделал, кроме того, что он учился, он еще и учил других, и самое главное, что он учил народ. Вы знаете, в этом рассказе используется слово обвинял многих, но это не так, конечно, это не русское значение, обвинял. Он умел читать аннотации по делу, обязательно только по делу, сразу многим. Это то, о чем мы говорили не в предыдущем, а в два урока назад, о том, как уметь делать замечания коллективу целому, целой общине. Вот этим он занимался, и все с удовольствием слушали, собирались на его уроки, и слушали его тяжелые поучения, не больше, не меньше. И однажды он прибыл в город Цанз. Это польский город, там и Санзские хасиды. Я остановился в новом доме Раби Хайма, Санзский раввин. Раби Хайм. Сказал, новый дом, это не просто я так сказал. Они сидели, учили Тору, и вдруг Раби Хайм посмотрел на него и говорит, вот мы беседуем, а я еще ни одного слова укорил, свой адрес от тебя не слышал. Ну, что это такое? Раби Скалыми, не оглядываясь, показывая за спину пальцем, там, где была дверь, сказал, а у тебя при входе нет знака, в память о разрушении Иерусалима, храма. Но там его нету. Знаете, нужно локоть на локоть, да, Амана Аляма, это примерно, это только большой размер, это локоть полметра, квадрат такой, должен быть где-то рядом со входом, отмечено стене, это знак разрушения храма, Иерусалим разрушен, и дом у нас тоже не доведен до конца. Это очень важная вещь, это еврейские законы. Он сказал, у тебя его нету. Тут же Рабихаэм приказал своим людям принести лестницу, принести лестницу, сулам, он встал, взял нож, острый нож, сделал отметку эту и начал снимать штукатурку с этого места, потом спустился, отрехнул руки, посмотрел на него с благодарностью и говорит, спасибо о том, что ты мне это сказал. То есть, у него тени не было, сомнений в правоте или не в правоте, человек делал замечания, ты вот что-то не сделал, там, на самом деле, первая реакция человека была, я что-то не сделал, подумать, принять это, не-не, у него моментальный ответ был, о, спасибо большое, как хорошо, что ты мне это сказал. Между прочим, он сказал ему спасибо, какое спасибо он сказал ему, яшаркеях, яшаркоях, да, яшаркоях, это, чтобы был твой прямой путь, что Всевышний тебе помог, мы как-то об этом говорили, среди аэртодоксальных евреев, ну, религиозных, евреев, евреев Торы, принято говорить, яшаркоях, это, в современном, мы в религии, шаркеях, это по-нашему, по-ашкенаски, когда мы благодарим другого человека, они говорят туда, можно сказать туда, ничего страшного, все тоже все понимают это, а еще есть второе выражение, называется, тизгэ ле митсвот, тизгэ ле митсвот, да удасушься, ты еще получить заповедь, вот сейчас я только сделал заповедь, и наград тебе за эту заповедь, будет следующая заповедь, заметили, наград за твой труд, будет возможность снова потрудиться в этом, отсюда говорят, что в этой жизни, в этом мире, в принципе, награды, которые можно взять, да съесть, что-то сделать, нету, мы не для этого живем здесь, чтобы была приятна нам наша жизнь, чтобы она прошла в благословениях, но настоящую награду, мы, конечно же, получим, пусть так вот мы выполним свою жизненную программу, так смотрят, по крайней мере, иудаизм, Тора, еврейство, раби Шнеур Залман из Иляд, известнейший был ученый, автор, великой, я бы сказал, книги Танья, в одном городе с ним жил Магид, так вот звали Магид, Магид тот, который читал один из вчителей, который умел наставлять народ, и к нему тоже собирались, собиралось много слушателей, слушались с удовольствием, однажды раби Залман обратился к нему, к Магиду, и говорит, вот мы живем в одном городе, вот ты всех поучаешь, и у тебя здорово получается, хорошо получается, на самом деле, все по делу, скажи, пожалуйста, ну, так сделай замечание мне, что, мне что-нибудь нужно же улучшить тоже, я же не полный праведник, я же понимаю прекрасно это, чтобы я исправил свои пути, свои поступки, и задумался Магид, вообще задача очень непростая, как он может вообще сделать замечание известнейшему из учителей, на уровне Гаона Веленского, наставник народа, который уровнем выше его, намного выше ему, как он может сделать это замечание, а с другой стороны, смолчать он тоже не может, почему, его просит учитель, сделай то-то, то-то, как он может сказать, не сделай, и он задумался, а потом сказал следующую фразу, смотрите, я ее прочту, она сложная, но мне очень понравилась, он так сказал ему, автору книги Танья, Бальтанья, так он сказал, Магид, что я знаю в Торе, то и Равин знает, а чего Рав не знает, того я тем более не знаю, то в чем разница между нами, а в том, что зазор между тем, что знаю я, и тем, что знает Равин, много меньше, предназначительно меньше, чем зазор между тем, что Рав знает, и тем, что Рав не знает, отсюда следует, что сколько бы Рав не знал, он еще больше не знает, а поэтому нужно ему еще учиться и учиться, выслушал все это, Равин взгляд, и заплакал, признал правоту этого человека, что ему учиться нужно больше, чем всем остальным, его готовность услышать упрек, свой адрес, он настолько открытый, и столько готовый, что он даже заплакал. Мне эта фраза понравилась, впрочем, она годится ко всем, не только к крупнейшему учителю нашему, Равину, Шнеуру Залману из Лиан. Раби Иш Гейшель, так его звали, автор книги Ханукат Атора, я недавно ее читал, и пользуюсь ей иногда, он назначил одного из своих взрослых учеников, знаете, должность ему такой дал, человеком, который специально должен приходить к нему в установленное время каждый день, и делать ему замечания. То есть, такой общественный контролер со стороны должен подмечать все за Равином, и приходить к нему, и нелицеприятно ему говорить, потому что так и были условия. И вот однажды Рав Гейшель опоздал на молитву, обратил внимание, опоздал на молитву, он уже все прочитали по стуке Де Зима, он только пришел перед Шма, закончился молитвой, все уже выходили, а вот этот ученик ему ничего не говорит. Очень странно, нужно было подойти, когда спросил, все в порядке, все в порядке, как в порядке? Я сегодня опоздал на урок, а мы с собой договорились, говори все честно и открыто. И тот ответил, вообще-то я готов сделать замечание, уже приготовился, я отметил, что вы опоздали, а потом я обратил внимание о том, что вы вошли-то не одни. Как с кем я вошел? А с вами вошла целая группа учителей великих, тесофот называется, вышли перед ними, и вместе с ними о чем-то оживленно разговаривали. Все удивились, немножко с этой стороны удивились, вот откуда ты знаешь? Дело в том, что на самом деле я сидел сейчас дома, или в Санагуме, учил очень серьезный отрывок в Танмуде, и мне не давались тесофот. Тесофот – это целая группа учителей, определенного периода, в Европе они жили, которые написали замечание к Раше, и комментарии на Талмуд получился. Это очень серьезное замечание, для того, чтобы понять этот комментарий, надо в принципе иметь, в принципе нужно иметь представление обо всем Шаса, обо всем Талмуде. И он имел трудность, у него получилась трудность, и он настолько задумался, настолько глубоко ушел в это изучение, что опоздал на… он учился рано-рано с утром, что опоздал на урок. И поэтому он говорит, как я могу дать вам, сделать вам замечание, потому что мне придется сделать замечание целой группе крупнейших раввинов, то я такой, все рассмеялись. Ну и так, если вся эта история кончилась. А почему я ее здесь рассказываю? Потому что надо обратить внимание, что у некоторых людей на самом деле бывает причина для опоздания, например, нормальная, корректная, я бы сказал, причина для человека, опоздавшего на молитву, по крайней мере, мы ее понимаем, он учился. Что еще нужно? Что евреи делают? Он учится. И поэтому не надо спешить обвинить человека, а кто опаздываешь, это нехорошо. Почему? Потому что получается, что мы-то себе, мы сейчас вслух говорим, мы себе не позволяем опаздывать, а что мы никогда не опаздываем? Ведь иногда и у нас есть весомая причина для опоздания, и если мы видим, что есть такая же весомая причина у других людей, мы уважительная причина, лучше замечание не делать. Просто такая маленькая вставка не сегодняшняя тема. Мы сегодня говорим о том, как принимать замечания. Но тут важный момент такой нужно было сказать. Сегодня мы говорим о том, что нужно с любовью, признательностью принимать свои замечания, свой адрес. Но другого никогда не упрекаем в проступке. Вы слышите? Когда нас упрекают в чем-то, мы с радостью принимаем это, а других стараемся не упрекать. Потому что возможно, что он свой проступок сделал по уважительным причинам. Но когда я говорю о самом себе, даже если есть у меня уважительная причина, я все равно должен принять упреку в свой адрес. Чем? С радостью. Почему? Иначе мы рискуем в следующий раз остаться без замечания, когда мы будем острым в нем нуждаться. Поэтому не будем отталкивать от себя людей, которые могут нас поправить и научить. Следующая история про раби Йосефа Хайма Зоненфельда. Обычно он делал так. Это был крупнейший раввин, главный раввин Иерусалима. Обычно он делал так в своем районе, где он жил. Он был в этой синагоге, он оставался после молитвы. Оставался, и к нему стояла большая длинная очередь с вопросами. Приходили люди с вопросами, с советами, за советом. И он сидел и принимал эти советы. Но люди рассказывали о своих семьях, о своих проблемах. Вы меня извините, это как раз называется разговор о простых вещах. В синагоге вообще-то нужно избегать такие разговоры. И поэтому один человек встал, посмотрел, крупнейший раввин Иерусалима сидит в синагоге и разговор разговаривает о будничных делах. И сказал, что вообще-то в синагоге так не положено делать. Все аж замолчали о такой наглости. Что сделал Раф Зоненфельд? Он в ту же секунду встал, собрал свои вещи, предложил всем выйти, сел во дворе на скамейку и начал принимать людей там. Ни слова никому ничего не сказал. И с тех пор все оставшиеся годы всегда принимал людей вне синагоги. Так он сделал. Мы видим, как он отнесся к этому замечанию. С любовью он его принял, он увидал его разумность. И еще одна история, очень короткая, о том, как великий ученый и талмудист марша, комментирует талмуд. Он проставил свое имя. Так он назначил, тоже, как мы сейчас только говорили, назначил одного из членов своей общины специальным человеком, который внимательно смотрел за всеми его делами, словами, приходил к нему в определенный час тоже суток и каждый раз давал ему отчет о том, что хорошего, нет, что хорошего он даже не спрашивал, что плохого сделал Раф, где он, может быть, неправильно подумал, мог помидеть человека. Это был такой взгляд со стороны. Это устроил марша, и все об этом знают. И, между прочим, как это говорят, способ жизни по марша. Вообще-то предлагается это сделать каждому человеку. Назначить себе друга. Я, например, это сделал своей женой. Просто договорились, что она всегда, определенное время, не всегда, не каждый раз, в определенное время подмечает за со мной все, а потом мне объясняет, что я сделал хорошо, что я сделал плохо. Это не совсем удачно. Это нужно иметь очень хорошую жену, очень доброго человека, которая никаких никаких никого не делает. Это мне так повезло в моем доме, поэтому я его выбрал. Почему? Потому что если у человека живет человек с другим близко, и у него есть некоторые претензии к другому человеку в силу самого себя, потому что у него свои интересы есть, тогда ему легко обвинять другого. Поэтому нужно выбрать, конечно, нейтрального человека. У меня как раз такой нейтральный человек, это моя жена по отношению ко мне, которая хочет сказать мне, и вся скажет, только хорошие, полезные слова для меня, а не самой себя. Поэтому еще нужно ее, как сейчас говорят, фильтровать ее замечания. Но если вы выберете себе другого человека, то обязательно так и надо поступать. А именно, заведите себе друзей. Ой, надо как-нибудь рассказать целую лекцию о том, что такое дружба. Дружба – это не когда кукушка хвалит петуха, а дружба – это когда один человек, любя другого и знает, что тот меня тоже любит, с удовольствием выслушает все замечания. И вообще, смотрите, тоже замечания в таком случае всем по-другому. Вы меня, извините, предположим, меня сейчас вызвали к главному раввину Израиля, и я прохожу к нему, и там сидит, например, секретарь. Я пришел к своим другу, он говорит, о, стоп, ровно-ровно, стой, у тебя вся спина белая, помните, да, известный персонаж, говорю, парниша у вас спина белая, а я на самом деле присланируюся к чему-то, и он мне отрехает сзади, ему говорю, спасибо, видите, это замечание, о котором я всегда скажу спасибо, чтобы я не попал в смешную ситуацию, вот так нужно относиться ко всем замечаниям в мой андрес. Замечание нужно делать только тогда, когда ты знаешь, что тебе скажут за это спасибо, или наоборот, с упреком скажут, что ты мне не сказал, если ты не сказал, ты мог сказать, я не сказал, и относиться к невнужениям таким образом, спасибо тебе большое, говорю, большой секрет, даже если у тебя спина не белая, а человеку показалось, ну не нагрубите ему, не скажите, какое тебе дело, что ты неправильно мне об этом говоришь, почему в следующий раз он увидит, что у тебя спина белая, и тоже не скажет, почему, потому что ты ему нагрубил, нам это надо. Между прочим, также поступал и Гаон из Вильна, Рабеляу, отца Дик, да, Виленский Гаон, он, правда, у него конкретный был человек, который приглашал, он его, когда хотел, то и приглашал, когда мог, раб Якова Кранца, или Кронца некоторые говорят, это магит из Дубны, и тот без обвиняков, а тот не умел хитрить, не умел обманывать, говорил ему всю правду, вслух, обо всех недочетах, в поведении, в словах, которые позволил себе Гаон, при этом всегда написано, вот там, где я читал, в нескольких местах, что Гаон слушал его и вся плакал, то есть, он переживал очень за то, что ему не удалось тирать себя на высоте, почему-то замечания, тоже их можно себе привести, а не для нас, даже не может, никакие замечания, то, что у Гаона было ошибкой, может быть, мы бы даже и не обратили внимание на это. О том, как относиться к суровому замечанию, сказанному в свой адрес, в мой адрес, мы учим из поведения наших прадцев, написано о благословении Якова, Авину, нашего прадца Якова, он дал благословение своим двенадцати сыновьям, умирая, Берешит, посмотрите, 48 глава, стих 28, уже через два стиха будет написано и умер Яков, а тут написано так, и благословил их каждого по его благословению, то есть, каждый, что заслужил, то он и получил от Якова, все двенадцать сыновей, написано каждого, возникает вопрос, дело в том, что Яков благословил всех, кроме Шимона и Леви, там нет благословения Шимона и Леви, почему? Больше того, там сказано даже тяжелые слова в их адрес, о том, что они совершили в шхеме, если вы знаете, жестоко расправить с жителями шхема, то он их жестоко осудил, их гнев он осудил, и написано, что каждому дал он благословение, получается, что его гнев, укор, упрек в адрес Шимона и Леви последние приняли как благословение, с благодарностью приняли все, что сказал о них отец, все сыновья, в том числе, и Шимон, и Леви. И действительно, в дальнейшем мы замечаем, что эти два колена влились самым миролюбимым образом, как будто бы они этот упрек приняли, а именно, мы знаем, что они не участвовали ни в одной Шимоне Леви, ни в одной смуте, которую устраивали евреи, ну, кроме, пожалуй, истории с приглашением одной, так сказать, не еврейского происхождения, особой, помните, да, называется Маса Пинхас, то, что он сделал, Пинхас с руководителем колена Шимона, так это был только один руководитель, все колено осталось чистым, иначе бы они тоже погибли, не дай Бог, так вот, члены колена, евреи колена Шимона прославились тем, что они были миламидами, учителями, детей, они учили еврейских детей во всех коленах, а колена Лилеви, как известно, работала вообще в храме, из их среды вышли Куаним, которые прямые служители храма, если бы они были воинственные, или были бы, не дай Бог, жестокими, проявили бы тот гнев, который проявили Шимон и Леви, понятно, что этих функций они бы не выполняли, то есть, они учли упрек Якова, нашего братца, между прочим, Аарон, брат Моши Робейну, да вместе с самим Моши, они же были из колена Лилеви, а Аарон известен как самый мирный из евреев, он мирил всех евреев, он был не просто, он был прямым поборником, борцом за мир, он мирил людей, был примером для всех остальных евреев, как примерять друг друга, друг с другом, так написано в Торе, он был родев шалом, называется, приседался в мир, вводил мир в еврейскую среду, то есть, не активно отказывался от военностных действий, от враждебности, нет, наоборот, он насаждал миролюбие в еврейском народе, написано в Медраше, называется Медраше, а вот де Раби Носен, а вот де Раби, а вот де Раби Натан, так написано, надо любить замечания, усказанные в твой адрес, и ненавидеть похвалу, потому что замечания переведут тебя к грядущему миру, а похвала сведет в гейном, в ад. Написано, написано, требуется комментарий. То есть, здесь получается так, к замечаниям ты прислушиваешься и исправляешься, а похвалу выслушиваешь и продолжаешь совершать ошибки, из-за которых ты попадешь, не только последовало в конце своей жизни. А вот Раби Яков Найман, мне так понравилось это, в своей книге Даркеш Мусар пишет совершенно замечательную неожиданную вещь. Он так написал, «Все любят похвалу, и мало кому нравится критика, но через некоторое время можно увидеть, что чужая критика очень часто помогает, а неумеренные, это его слова, я читаю, а неумеренные восхваления делают человека слабым перед своими ошибками, которые могут свести его, не дай Бог, к неприятному результату жизни». Я от себя могу добавить следующее, что чужие дела чужих людей хвали, хвали, они могут доставить человеку, что дать человеку? Стимул, мотивацию для совершенства, но не критикуй без пользы других людей, когда увидишь, что твоя критика не доходит до человека, она не доходит, зачем же критиковать? Но себя критикуй неустанно, и других людей, между прочим, проси, чтобы они тебя критиковали, проси дать оценку своим делам у чужих людей, это очень важно, как поступал Марша, как поступал Гаун из Вилья. А тем доброхотом, который тебя критикует по своей инициативе, вообще, будь благодарен, они приступили через себя, есть такой запрет маленький, не делай больно другим людям, они, видите, набрались такой наглости критиковать меня, не зная, как к этому отнесу, я сейчас знаю, всё в порядке. Есть такие люди, которые критикуют всех направо-налево, ты благодари их, почему? Потому что они рискуют, для чего? Чтобы сделать тебе хорошо. Пусть не всё в их словах сказано для твоей пользы, очень часто человек другого критикует, чтобы показать, какой он хороший, но вдруг у них одержится что-то полезное. Только вот Рабин Наймон продолжает, вот из этих слов я привёл его текст. Ограниченный человек, так он назвал людей, которые, да, не хотят слушать замечание в свой адрес, ограниченный человек, который не хочет слушать чужих упрёков, он считает, что нет никого умнее его. Он сам оценил свои поступки, если кто-то поступил их, оценил их с отрицательной оценкой, ну, значит, он не очень умный. Это связанные вещи, вот это вот упрямство, неумение высушить другого человека с общим мыслительным процессом. Хотя бывают очень умные люди, которые совершенно не могут, нетерпимы к чужой критике. Сейчас я о них скажу. Вот два слова. Вы понимаете, что нельзя говорить плохо о других людях, у нас это теория, и, дай Бог, я не приложу никаких фамилий, мы этого не будем делать. Так вот, человек, который не любит замечания, скорее всего, думает, что он сам справится с самим собой, и он умный, он умнее всех. И поэтому упрямо, это упрямство, продолжает поступать так, как он хочет, как он поступал раньше. Так вот, такого человека, как сказано в Аводе Раби Натан, по Раби Найману нету следующего мира, нету Лам-Лаба. Почему? Смотрите, какая, просто конфетка. Послушайте, как замечательно было сказано, когда придет Машех, так пишет Раби Найман, встанет на того могилы и скажет ему, вставай, тот ему ответит, не встану. Он привык, не слушая других людей. Это не называется, что у него нет будущего мира. Чтобы встать, надо критически отнестись к самому себе, быть готовым к продолжению жизни, человек, который не готов к этому. Это басня, Машаль, Машаль, да, притча, но с великим смыслом, с великим смыслом. Мы иногда встречаем, повторяю, несомненно, умных людей, обладающих одним неприятным, не совсем приятным, для них самих качеством. Они не прислушиваются к мнениям других людей в свой адрес. Большая ошибка, которая стоит вообще под сомнением их способности понимать и думать. Об этом мы говорили на позапрошлом уроке. Сейчас придумаем маленький кусочек, который годится и тому уроку, когда мы говорили о том, стоит ли делать замечания, особенно при людях, и сейчас, когда мы говорим о том, что замечания стоит принимать с любовью. Сказано в трактате о Рахи. Но есть такой трактат, взялось в тракт Талмуда, 16 лист, вторая страница. Сказал раби Йоханан бен Нури, «Я свидетельствую перед небом и землёй, что много раз жаловался на рабе Акиву за какие-то его простуки, плохие дела, рабану Гамлиэлю. И он знал об этом рабе Акива и продолжал меня очень и очень любить». То есть, он принимал любое замечание, а рабан Гамлиэль у него не заржавит, он моментально приходил и говорил, «Акива, сын мой, ты себя плохо ведёшь, ты ещё говорил, так мне сказал раби Йоханан бен Нури». Только спасибо и раби Йоханан бен Нури. И не просто это были слова, он себя и вёл с ним таким образом, который был ближайший его друг, он на самом деле его очень любил, он любил многих своих учеников, а раби Йоханан бен Нури любил. Не надо было назначать себе человека, который тебя критикует, и тот знал, что я его критикую, для его же пользы. Тут 2-3-3-2 замечательных совершенно человек. Отсюда мы переходим к следующему моменту. Наоборот, надо ненавидеть именно неумеренное восхваление, надо бы любить критику, а ненавидеть, так он был сказан у нас в Медраж, а вот Дараби Натан, надо ненавидеть неумеренное восхваление в свой адрес. И правило очень простое, можно запомнить, можно записать. И если тебя хвалят, то посмотри за что. Интересно, что они тебя хвалят. Какая выгода тому человеку, который тебя хвалит. Если твои подчиненные, твои ученики, или твои поданные, то критически относись именно к их похвале, не к их критике в свой адрес, а именно к их похвале. В принципе, это очень хорошее правило, что если кто-то тебя превозносит, хвалят, посмотри, какая ему от этого выгода может быть. Вдруг он хочет, чтобы ты сделал то же самое в его адрес. А это совсем нехорошая вещь, почему, помните, мы говорили на тему, что нельзя обманывать, нельзя лицемерить, нельзя получать такого рода выгоду. Ну и, конечно же, есть такое правило, во всех случаях не следует обижать людей резкой негативной реакцией на похвалу в твой адрес. Сейчас скажут, мы были на уроке Рауна Пятигорского, он нам сказал, что ненавидит похвалу, ты меня хвалишь, я тебя, пожалуйста, я только прошу не делать таких резких замечаний. Почему? Старайтесь оставить людям приятное, рассказать им хорошие слова. Они тебя покритиковали, а вам это не нравится. Даже нужно просто задуматься, а почему мне это не нравится? Почему я решил сказать нет? Почему я не согласен с этой критикой? Что такое во мне там есть такое, что мало того, что я сделал это дело, так я еще и не согласен с этой критикой? Что мне мешает? А, наверное, мой статус упадет в его глазах. А, он подумает, что я глупее или меньше соблюдаю. А, надо бы беспокоиться о своем имени, о своем каводе, о своей чести. Вы заметили? Совершенно мы сейчас ушли от того, что мы сделали и пришли к тому, как я сам себя любил. Ведь если сам себя любить, это же получается, ой, я хочу попасть в Алама Маба. Я что, согласен туда бесплатно попасть в всяких трудов? Давайте дадим взятку Всевышнему, какую-нибудь взятку, и он меня устроит и попрестит мне туда. Или давайте сделаем так, я сейчас дам взятку там в канцелярии небесной человеку, ангелу, который записывает плохие дела, и он сотрет мои плохие дела. Мне не надо их исправлять, он возьмет и сотрет, и я попаду куда нужно, я получу наградку какую-нибудь нужно. От Всевышнего это может скрыться. Кого я сейчас собираюсь обмануть? Я хочу от этой жизни. Это же все равно, что пойти, у меня, знаете, ученый, великий ученый, большой ученый, где-то заработал у него племянник, предположим, олигарх какой-нибудь, у него большие деньги, все, там Тюмени продали, и он заплатил шведской академии наук и королю шведскому, чтобы ему дали Нобелевскую премию. Он будет доволен такой премией, Нобелевской премией. Или же давайте купим все золотые медали на Олимпийских играх. Будет спортсмен быть доволен этим? Нет же, конечно, он хочет на самом деле честно выиграть это соревнование. Я хочу на самом деле честно прожить свою жизнь таким образом, чтобы я получил или награду, или наказание ровно по моим делам, а в силу этого мне не надо давать никому никаких взяток, а поэтому мне не надо хитрить, мне не нужно ничего, кроме одного, выслушать критику и посмотреть, а на самом деле может быть мне и справиться нужно. Мне представляется такой образ, сейчас только я его придумал, спортсмены, которые прыгают в высоту и тренер ему говорит, смотри, все хорошо, но вот здесь на втором этапе движений мышца у тебя в правой ноге сокращается неправильным образом, ты чуть-чуть подвигаешь стопу сюда, чтобы не задеть планку на самом верху, и вдруг этот спортсмен говорит, Василий Иванович своему тренеру говорит, я сам знаю без тебя, что мне нужно делать, я думаю, это не самое умное поведение, правильно, мы доверяем тренеру, я понимаю, что не все могут быть тренерами моими, я не согласен с этим, так вот еврейское поведение, когда я согласен с тем, что все люди тренеры, критик, пожалуйста, даже глупые из них, даже те, которые хотят показать, как они много знают, я говорю, конечно, у меня есть доказательства, все происходит по воле Всевышнего, и если он мне дал этих людей, и дал он им сказать ту фразу, которую мне сейчас сказали, получается, что эту фразу мне хочет сказать Всевышний, а раз так, то где я найду тренера лучше, чем Всевышний, и еще у нас, у нас с вами остается 10 минут, еще у нас есть несколько, несколько историй, у нас есть, нет, не 10, мы даже немножко побольше, о том, как поступал Мушер Абейну, а мы все знаем, что, чтобы мы не учили, мы должны учиться из Хумыша, из Торы нашей, и должны учиться из поведения наших правоцев, в частности, Мушер Абейну, который уводил нас из Египта, это наши учителя, именно на их жизни я должен учиться, а еще на чем, на том, что написано в Торе, потому что в Торе написано, мы говорили об этом на самом первом уроке, на всех уроках, на всех остальных, Тора написано для меня, все, что написано в Торе, это мне очень и очень важно, каждая фраза, каждое действие, и нет ничего в Торе, что проходил бы мимо меня, просто пустые слова, ну такая умная книга, которая никого не касается, в частности, меня, получается у нас кружок по Торе, а не книга жизни, повторяю, мы учимся на Торе, мы учимся на книгах Танаха, на уровне всего народа, там очень простое правило, плохо себя ведете, Всевышний раз наказывает, бедствиями, хорошо себя ведете, делаете, исправляетесь, тут же моментально приходит помощь Всевышнего, и это не пустые слова, потому что мы сейчас живем в эпоху, когда против всего Израиля, и как мы уже видим, против всех евреев во всем мире, начинают, ополчились силы, явно антисмитского толку, и Америка перестает быть другом Израиля, и Европа, и просто гонение на отдельных евреев, получается, что мы остались одни, мы будем искать себе друзей среди других народов мира, забыв о Всевышнем, это не самое правильное поведение, мы должны научиться, как жить нам, как народу, а об этом говорят нам в книге Танах, значит, мы учимся из действий, слов, из поступков, из рассказов наших прадцев, это хумаш, эти книжи, мы учимся, как себя вести на уровне народа, из книг Танаха, мы учимся из биографии наших учителей, из устной торы, и еще просто из биографии наших мудрецов, вот я с вами прихожу и рассказываю истории про наших мудрецов, как они учили народ, простые народы, такие, как мы сейчас с вами, один к одному, что они нам говорили, как они себя сами вели, это еще не значит, что мы должны слушать их слова, а их поведение совершенно отдельно, нет, именно из-за их поведения мы должны получить урок нашей жизни, мы об этом говорили, как учил Авраам Авимов и всех остальных людей, он не приходил и мы не читал им нудные проповеди, ну, типа той, которая сейчас рассказывает, вы там еще не заснули, если вы заснете, я ужасно расстроюсь, потому что я думаю, что то, что я рассказываю, очень важно, может быть, сейчас немножко умным голосом говорю, сейчас еще не осталось несколько важных вещей, как мне кажется, что мы делаем, мы учим других людей не замечаниями, не упреками, не попреками, не колкими словами, не требованиями, нет, примером, только своим примером, так учил нас Авраам Авимов, а раз так, то мы и должны сами учиться, как примеру, да, из жизни наших учителей, вот один из таких учений был Моше Робейну, и мы обращаем внимание, что однажды был такой эпизод, посмотрите, в Шмот, 18 глава, пришел Ятро, его тесть, и посмотрел, уже после получения Тору, возможно, получение Тору, или до этого, неважно, люди шли по пустыне, и Моше Робейну учил еврейский народ, большинство компетентов, говорят, что это было после получения Торы, то есть, были уже законы, он судил евреев, как судил, приходили два человека, тяж бы не было какая-то судебная, или же приходили узнать какой-то закон, он все рассказывал это, так иначе он был один, а весь народ стоял над ним и ждал своей очереди, Ятро увидел это, они говорят, ужас, возмутился, так далеко не продвинется дело, и дал ему совет, нужно назначить помощников, судей и так далее, целую иерархию ему расписал, и написано в той же 18 главе, это было 14 тих, слова, слова Ятро, замечания, резкое замечание, в адрес Моше, так не поступают, а в 24 стихе уже через 10 стихов написано, так он себе и сделал, так и сделал Моше, назначил себе помощников судей, а ведь могу сказать следующую фразу, сейчас я могу озвучить эту фразу, ты, Тро, даешь мне совет, смотри, кто я и кто ты такой, я еврей, родился евреем, из колена льви, вывел народ из Египта, это непростая вещь, Всевышний я поручил это сделать, я мудрец, получил Тору из уст самого Творца, а ты вчера был не евреем, мало того, что не евреем, тебя только приняло евреем, ты еще и занимался идолопоклонством, был священником, идолопоклоном какого-то ритуальной службы, и только сегодня пришел наш стан, и ты меня уже учишь? Мог он так сказать? Он ничего не сказал, он выслушал его, увидал правду во всем этом, что он сделал, тут же и поступил так, как он смиренно принял его совет, и бы увидел, что его полезность. Отсюда очень простое правило, как каждый раз, когда мне кто-то делал какое-то замечание, или дает совет, не прошенный, первое дело, я смотрю, насколько он разумен, настолько он полезен, настолько он нужен мне, может, даже не тороплюсь, я не говорю, о, нет, нет, он не полезен. Во всех случаях, я все скажу спасибо, во всех случаях, я приглашу человека и дальше, приходите ко мне, чтобы он увидел, что я не враг его, чтобы он не делал замечания только для того, чтобы делать мне больно. Есть такие замечания, как человек делает друг другому больно, упрекает, посмотри на себя, вот я сейчас сказал фразу, это же был упрек, кто я такой, а кто ты такой. Это же не совет и ядро помолчать, помолчи в тряпочку, так же он не сказал, это нельзя делать. Совет помолчи в тряпочку, я никогда не приму, это враждебная вещь, это не замечание никакое, все остальные вещи, смотри, Раф Пятигорский, смотри, что ты делаешь, может быть, нужно делать немножко по-другому, и я ему не буду говорить, но я уже это все это изучил, я уже это подумал, не буду намекать ему на то, что вообще-то пойди поучись сначала, а потом давай советы, скажу ему большое спасибо, так поступают евреи, я буду стараться так поступать, так поступал Раф Зильбер, Исаак Зильбер, зацаль, в экскурсальной памяти, мудрец, ученики, которыми мы все являемся, именно так он делал, он выслушивал, улыбался и говорил, спасибо, то да. И очень часто, может быть, он принимал к действию, именно эти слова. Об этом сказано в Талмуде, Рожа Шана, 25 лист, 2-я страница, там так сказано, такие слова, счастливы то поколение, руководители которого слушают простых, там написано, маленьких людей, счастливы то поколение, большие люди, которого слушают маленьких, руководители слушают простых людей. А тут мы видим, что тем более простые люди должны слушать великих людей, больших руководителей, руководителей Тора, мудрецов Тора. Так сказано в Мишли Мишли, мы знаем Книга из Астанаха, она идет сразу После Таилим, притчи на русский язык Переводится в Мишли В 17 главе 10 стих Там так написано Понимающий человек Вы знаете, откройте сами даже, посмотрите Сейчас я приведу свой перевод, кстати Он не совсем адекватен, потому что много разных переводов Специально посмотрел, но мысль там такая Понимающий человек Понимающий тот, кто разумен Ждет замечания Ищет их Может даже боится, но ждет, потому что Интересный смысл Опасается замечаний Он готов к ним Хорошие слова, он готов к ним И это действеннее Чем 100 ударов Для глупого человека, непонимающего Глупый человек поступает таким образом Чтобы избежать этих 100 замечаний 100 ударов 100 ударов, это очень много Там так написано 100 мы А стимулы мы, мотивации для умного человека Даже замечания другого человека Если их нет, ну дай Бог, что Все правильно сделал Если они есть, значит мы что Сделаем? И справимся Комментарий был такой Что страх совершить ошибку для мудрого человека Более эффективен, более действенен Чем страх побоев для глупца То есть страх совершить ошибку равен благодарности Тому, кто себя уберегает от их повторений У нас осталось еще с вами 7 минут Чуть побольше И поэтому мы уже приходим к концу нашего урока Так я корректирую, почему у вас столько времени осталось Вы мне отвечаете, чтобы я знал, чтобы вовремя Прийти к концу нашей лекции Вот об этом и написано В трактате В тех же Мишли Я сейчас привел 17-й 17-й глава была А сейчас будет 15-й глава Там такая фраза сказана Плохо тому, кто свернулся С своего пути То есть отвернулся от Торы Начал не соблюдать И точка стоит А потом так написано А ненавидящий упреки Тот человек, который Соне, да? Бекорец Он любит критику Он что? Он умрен Умрет Так написано Плохо тому, кто свернулся с пути Но не написано, что он умрет А тот, кто ненавидит упреки Написано, что он умрет А суда мы понимаем, что умрет Потеряет грядущий мир На эту тему есть комментарии Прямо на этот стих Рабейна Йона Рабейна Йона в своей книге Шарей Шарей Тшува Шарей Тшува – это ворота исправления Вторые ворота То есть вторая глава этой книги Посмотрите, там пункт одиннадцатый Я так сказал Вторые ворота, одиннадцатая калитка Там так сказано Рабейна Йона пишет Он комментирует этот стих Тут сказано о двух людях Плохо тому, кто свернул с пути А ненавидящий критику в свой адрес Тот умрет О двух людях Первый человек О котором сказано, что он свернул с пути Сворачивает с пути Тора Ему будет плохо Вне всякой сомнении Но он может сделать шум Он может исправиться Будет плохо, но это еще не финал Это не приговор Это пока только диагноз Но он может исправиться А вот второй написано Ненавидящий упреки умрет Почему? Потому что он не любит Замечание в свой адрес Он неисправим Как же он может исправиться Если он не видит себя со стороны Человек должен видеть себя со стороны Должен представлять о том Как он выглядит со стороны В глазах Всевышнего, пожалуйста Нельзя Я даже не могу себе представить человека Которому все равно Как он будет выглядеть В глазах других людей В этом счете Каждый из нас ищет отражение Своё отражение В глазах других людей Как-то нужно скорректировать Потому что я же не вижу себя со стороны Другие люди Это зеркало Зеркало моих поступков Я хочу исправиться Кто мне скажет Что у меня спина белая Кто мне скажет Что у меня неправильные поступки были Что мне нужно Есть возможность улучшиться Кто тот тренер Который меня научит Обратите внимание Между прочим Вот тоже пришла в голову мысль У нас есть тренер Спортсмен, да? Тренер что лучше бегает Это своего спортсмена Стометровку Он что выше прыгает Чем мировой рекордсмен Зачем же взяли этого тренера Если он не может прыгнуть Полтора метра Когда Брумель прыгает Выше двух Зачем шахматист Чемпион мира Берет себе тренера Какого тренера? Который явно не был Даже чемпионом Калуги Зачем он ему нужен? Ведь он же не умеет Играть как чемпион мира Что он сделает Этот тренер? А что он сделает? Сделает великую вещь Он проанализирует тебя со стороны И даст тебе самому Возможность Исправить свои недочеты Он просто говорит Смотри Здесь ты, как мне кажется Не дорабатываешь Тренер это человек Который стоит рядом Когда ты бегаешь Если ты рядом стоит Когда ты пробегаешь Мимо него по черному кругу Бежит Он скажет Интенсивнее Дыши Руками маши Он знает Что нужно тебе сейчас сделать Вот зачем нам нужен тренер Нам не нужен человек Который более праведен Чем я Для того чтобы Он мне помог Подняться в своей праведности Он мне не нужен Мне нужен человек Который умеет Подмечать за мной Мои поступки Поэтому я его и ценю И вот такой человек Который отказался От тренера У меня знаете Конечно Сранение выйдет И как написал Рабейну Йона Человек Который не любит Замечаний Неисправим Он же не может Исправиться Ему нету Стимула Для исправления Вот об этом Скал Раби Хаим Соловейчик Из Великой семьи Соловейчиков Мы очень часто Приводим его История Его слова По какому пуду Он сказал Его спросил один из его учеников Уже взрослый ученик был И он уже сам На самом деле взрослый человек был Его пригласили быть Руководителем какой-то Ешивы Другой Ешивы И он пришел к Раби Своему учителю Раби Хаиму Соловейчику И спросил Вот я получаю пост Руководителя Ешивы А на что нужно обратить В первую очередь внимание Какие свои качества На что нужно Что улучшить Видите он пришел за критикой Он пришел за советом Это очень серьезная вещь И Раби Хаим Соловейчик Сказал следующую фразу Есть и большой учитель Он поднял пример Подготовил серьезный Большой урок Очень серьезные Ешивы Он подготовил урок По Торе Взял какой-то отрывок Из Талмуда И рассмотрел его И не просто взял Он подробно его изучил Он нашел там Нашел многое новое В нем нового Сейчас он не приедет Не повторит те книги Которые он уже изучал Почему? Потому что эти книги Прочитали ученики тоже Они будут сидеть Посмотрят на тебя Такие ученики есть Которые читают все Посмотрят и скажут Ну что же про себя Это мы уже читали В такой-такой-то книге Нужно дать что-то новое И вот большой учитель Большой учитель Он подготовил большой материал Сделал большой материал И пришел на урок Пришел на урок Все ожидают от него новости И он новая точка зрения Новая точка зрения Назовно изученную проблему То, что вообще-то Толмуд вавилонский Он изучен вдоль и поперек Все известно И он начинает давать этот урок И дает его И продвигается И закончил его И начали ученики Спрашивать его Это Равславич Объясняет своему ученику Каким качеством Нужно обладать Его хватит или лишиво И задает ему вопросы Он на все вопросы отвечает Хедуш новость А с этой стороны Какой есть ответ у учителя Он отвечает Отрабатывать сейчас новую теорию Новую теорию Как гипотеза в науке Я просто человек-ученый Из науки пришел Поэтому я пользуюсь Такими выражениями Сейчас мы проверим Новую теорию Во всех отношениях На сгиб На слом И на все ответили И вдруг поднимается ученик И задает ему вопрос И не отвечает Новая теория На этот вопрос Нет ответа И отсюда мы видим Что теория Это неправильная Что учитель Сделав предположение В самом начале Сделал эти предположения Неправильные Что теперь должен сделать Этот учитель Он подумает И если он видит Сто процентов видит Если он ничего не видит Он скажет Я подумаю Денек Другое дело Если он видит Что ученик прав А он не прав То он прям тут же При всех Согласится с ним Согласится с ним И как И признает свою ошибку Как это сделал Муше Робейну Когда Етрой ему сказал О том Что нужно Наслить себя по-другому Без этого умения И нет руководителя Я бы между прочим Всем руководителям Всех государств Всем губернаторам Всех Республик Областей Всем мэрам Всем учителям Директорам В школах Всем людям Которые являются Начальниками Большими или маленькими Всем-всем Советовал бы Завести такую роль Какого-то человека Приблизить к себе Искать Что вы замечаете За мной И говорите всю Критику И в мой адрес Нужно найти Каждого умного человека Нужно найти человека Который не будет Льстить тебе Он подчиненный тебе Он много чего Можно говорить Нет Скажите ему Что вы прекрасно Разбираетесь в лесте И поэтому Нужна только критика Только объективная И эти люди Увидят Как у них Все начнет получаться Боюсь Что современные Руководители Правда Для того Руководят Чтобы руководить Чтобы добиться Каких-то успехов Для того Чтобы людям было хорошо Очень часто Это не больше Не меньше Чем просто карьера Но вот Если бы они Были людьми Торы А многие Наверное Есть Есть же Праведники У нас Есть же Замечательные Руководители И не только Среди евреев И остальных людей Среди евреев Их может быть Хотелось бы больше Достаточно Хотелось бы больше Так вот Мы сразу увидим Что дело будет Продвигаться И в их духовную Жизнь И для народа Счастлив именно Тот народ Царь которого Его любит Этот народ Так как любили Нас Еврейские цари Как любил нас Моше Рабейна Между прочим Еще один пример У нас осталось Совсем немножко Времени Такой же был пример У нас однажды Мы говорили на уроке Что один учитель Учил О том Что все в Торе Слова Эд Альфтав Эд Всевышний Создал Эд Шамаймэнэарц Эд Это частица Принадлежности В русском языке Ее нету Так вот Он сказал Что всегда Это означает Еще что-то Например Создал С чем-то Что-то С Эд Это С И когда его ученики Спросили А как же так Бойся Всевышнего Своего Бога Тоже написано Это кого же еще нужно бояться И он такую фразу сказал Вот как я получил награду За то Что я Учил Этому Правилу Что каждый Это что-то означает Так я получил награду За то Что я отказываюсь От этого правила Что за награду Умение По правому словечку Отказаться От своей теории Если она неверна Правда Потом пришел Раби Акива И сказал Что на самом деле И здесь Это тоже нужно Почему Потому что Не больше Не меньше Нужно бояться Мудрецов Торы Мудрецов Торы Не обижать их Боять их Исполнять их Указания И последнее Что у нас еще Осталось Об этом сказано В книге В нашем разделе В Икра В нашем разделе В Шмине В конце спора Моше и Аарона Моше сделал замечание По поводу действия Аарона Его установив в храме Аарон дал исчерпывающий ответ И написано Там вещь некоторая была Что что-то сделали Аарон с Моше Это в 10 главе Представляете 20 стих И Моше сделал замечание Аарон дал ответ Объяснил Почему они поступили правильно И сказано было Что Выслушал Моше И одобрил Я показался этому Хорошим делом И понравилось это В глазах Моше Это было хорошо Раша пишет Согласился И не посинчался Сказать Что слышал это От Всевышнего Но забыл Вы слышите Я услышал это Да ты прав Но я забыл Не стал оправдываться Мог сказать Я не слышал Я не слышал Такого закона Аарон прав Видите Согласиться Но как будто бы Убрать от себя Свою ошибку Он сказал таким образом Да я слышал Но забыл Умение признать Правоту собеседника Это великое дело Умение признать Критику Великое дело А правоту Нашего Человека Который делал замечания Еще более великое дело Почему? Потому что мы должны Оставаться На большом уровне Мы должны Беспокоиться О своей душе Мы должны Расти духовно Должны Приближаться К Всевышнему Мы должны Любить людей А любит людей Тот Кто любит Слушать критику Из уст этих людей В свой адрес Большое вам спасибо Всего хорошего Шалом шалом